Мой доклад будет пересекаться с предыдущим докладом, но в нем я бы хотел рассказать об опыте мицинкологии Петрова в области биопсии сигнальных лимфатических узлов после надевантной терапии. Стоит сказать, что на сегодняшний день основными показаниями к проведению надевантной химиотерапии являются биологический подтип опухоли, агрессивный подтип опухоли и стадия рака молочной железы, которая включает в себя поражение региональных лимфатических... и стадию заполевания, которая также включает в себя поражение региональных лимфатических узлов. И здесь также стоит отметить, что поражение региональных лимфатических узлов является показанием к акселярной лимфодисекции. Но надевантная системная терапия является частым выбором терапии первично операбельного рака молочной железы. Почему? Потому что надевантная системная терапия является предиктором выживаемости наших больных. и инструментом для определения одевантной системной терапии. Но и также снижается частота акселярных лимфодисекций. Почему мы боимся акселярных лимфодисекций? Потому что это всегда осложнение. Это отек верхней конечности, нарушение ее функции. И при выполнении обширных хирургических вмешательств на акселярной области процент этих осложнений неизменно повышается. И стоит учитывать, что за последние 40 лет именно развитие системной терапии привело к увеличению выживаемости больных раком молочной железы. Но конечно же стоит учитывать тот факт, что хирургическое вмешательство является основным компонентом в комплексном лечении заболевания и закладывает основу для назначения системной терапии. На сегодняшний день при различных подтипах рака молочной железы мы достигаем полных патоморфологических регрессов в 40-50% при трижды негативном раке молочной железы до 70-80% при хирдопозитивном раке молочной железы. И естественно это касается не только первичного очага, но и метастазов в региональных, в том числе акселярных лимфатических узлах. И мы также можем видеть, что при трижды негативном и хирдопозитивном раке молочной железы частота отрицательных лимфатических узлов подмышленной области после надеванной системной терапии достигает 60-70%. Поэтому частота акселярных лимфодисекций у наших больных неизменно снижается. А частота биопсии сигнальных лимфатических узлов, естественно, повышается. Это можно увидеть на примере нашего института. И за последний 2018 год мы выполнили порядка 700 биопсий сигнальных лимфатических узлов. В том числе по причине того, что мы начали использовать данную методику у пациентов, которым была выполнена надевантная системная терапия. На сегодняшний день метаанализы исследования биопсии сигнальных лимфатических узлов у пациентов с отсутствием поражения лимфатических узлов до начала надеванной системной терапии показали, что эта методика безопасна. И она является стандартом на сегодняшний день. БСЛУ – это международный стандарт хирургического стадирования акселярной области как у первичных больных без поражения лимфатических узлов, так и у пациентов категории Н0 до начала надеванной системной терапии. Но другой вопрос – это больные, у которых до начала надеванной системной терапии было поражение региональных лимфатических узлов, но после надеванной системной терапии мы больше не наблюдаем поражение региональных лимфатических узлов. Здесь возникает масса вопросов. Исследования, которые оценивали биопсию сигнальных лимфатических узлов при клиническом ответе, показали, что достаточно высокая частота ложно-отрицательных результатов. биопсии сигнальных лимфатических узлов. Это с одной стороны. Но с другой стороны, частота ложно-отрицательных результатов уменьшается тем количеством лимфоузлов, которые мы удаляем. Собственно, это логично. Чем больше лимфоузлов мы удалили из подмышки, тем ниже частота ложно-отрицательных результатов. Поэтому на сегодняшний день существует два пути снижения частоты ложно-отрицательных результатов в этой категории больных. Нам нужно увеличивать количество сигнальных лимфатических узлов, либо искать какие-то новые методики определения пораженных лимфатических узлов. Если мы говорим о путях увеличения количества сигнальных лимфатических узлов, то это двойная маркировка сигнальных лимфатических узлов. Крупные исследования Сентина, Альянс, СНФНАК показали, что при использовании двойных методов маркировки радиозатоп плюс краситель частота ложно-отрицательных результатов не уступает БСЛУ первичных больных. И самое главное наше исследование, проведенное в НИИ онкологии Немпетрова, также показало, что при использовании радиозатопов и методики ICG данная процедура возможна. Но сама философия биопсии сигнальных лимфатических узлов, она подразумевает достижение результата путем минимального хирургического вмешательства на акселярных лимфатических узлах. И если мы будем увеличивать количество сигнальных лимфатических узлов, мы, как мне кажется, эту философию будем нарушать. Поэтому одним из методов оценки метастатического лимфоузла после надевантной системной терапии является клипирование пораженного лимфатического узла до начала лечения, а потом оценка патоморфоза заранее верифицированного лимфатического узла на фоне системной терапии. Как мы можем определить изначально метастатический лимфатический узел? Мы можем клипировать его до начала надевантной системной терапии, вводить краситель, можем пальпировать, можем проводить ультразвуковое исследование, можем устанавливать метки. Но основная проблема – это проблема хирургическая. Как во время операции нам понять, какой лимфатический узел тот самый, в котором был метастаз. Если зачастую после надевантной системной терапии, все лимфатические узлы в подмышленной области одинаковые. И нам на помощь приходит эволюция биопсии сигнальных лимфатических узлов. Это так называемая таргетная акселярная лимфодисекция. Самое первое исследование, посвященное этому, это исследование МАРИ, проведенное в институте имени Антонио Ивана Левенгука, когда до начала надевантной системной терапии в пораженный лимфатический узел устанавливалась метка. И во время хирургического вмешательства она удалялась. Нужно сказать, что данные исследования проводились также и в MD Anderson Cancer Center, и они показали, что частота ложно-отрицательных результатов не то, что не уступает биопсии сигнальных лимфатических узлов у первичных больных, а даже в некоторых случаях лучше. И в 2019 году данная методика получила свое признание в рекомендациях NCCN. Какие методики можем использовать для того, чтобы промаркировать лимфатический узел? Мы можем устанавливать рентген-контрастные клипсы, можно использовать микроисточники с радиоизотопом йода, можем использовать магнитные источники. Мы в своем институте используем микроисточники с радиоизотопом йода. Почему именно радиоизотоп йода? Ну, во-первых, потому что он разрешен к использованию на территории Российской Федерации для онкологических больных, и его легко найти у наших коллег-онкологов-урологов. Мы устанавливаем данный микроисточник в верифицированный методический лимфоузел до начала, дивантно-системной терапии под контролем УЗИ. И вы можете увидеть как раз эту метку в пораженном лимфатическом узле. Затем мы проводим дивантную системную терапию и обнаруживаем маркированный лимфатический узел во время хирургического вмешательства. Для этого мы используем самый обыкновенный гамма-датчик гамма-файндер, который используется при биопсии сигнальных лимфатических узлов, используем технифита. И затем происходит интероперационная оценка патомрофоза в данном лимфатическом узле при помощи методики замороженных срезов. И уже тогда мы решаем вопрос о расширении объема операции. Итак, какие же преимущества у данного вида микроисточников? Во-первых, это фиксация микроисточника, и он не эмигрирует из-за лимфатического узла. Они, как я уже говорил, зарегистрированы на территории Российской Федерации. И самая главная черта для хирурга – это мы можем во время операции обнаружить данный лимфоузел с использованием гамма-датчика. Здесь на снимках вы можете увидеть промаркированный лимфоузел во время мамболимфосцентографии и, собственно говоря, удаленный участок аксиллярной клетчатки, в котором находится метка с радиозатопом йода. Многие противники биопсии сигнальных лимфатических узлов говорят, что у нас недостаточно отдаленных данных. Ну, это, пожалуй, самое большое исследование, которое оценивало биопсию сигнальных лимфатических узлов после на Адюванта, проведенное в исследовании в Европейском институте онкологии, в котором участвовали 147 больных. Медианное наблюдение уже больше 60 месяцев. И она показала, что регионарный рецидив в аксиллярной области случился только у одного пациента. И, как ни странно, этот пациент подвергся аксиллярной лимфодисекции. И, естественно, у нас остаются вопросы после всей этой информации. Все ли вообще пациенты должны нуждаться в стадировании региональных лимфатических узлов после наодевантной системной терапии? Интересное исследование, также проведенное в Голландском институте Антонио Ивана Левенгука, в которое вошло порядка 300 пациентов с биологически агрессивными подтипами опухоли первой-второй стадии без поражения лимфатических узлов. И оказалось, что в группе пациентов HER2-позитивных, трижды негативных, с агрессивными степенями злокачественности опухоли и с ответами в первичном очаге не было обнаружено метастазов в лимфатических узлах, что дает нам повод задуматься о том, может быть, нам стоит вообще в некоторых группах пациентов отказаться от хирургического стадирования аксиллярной области после наодевантной системной терапии. Также еще интересно, что делать, если в сигнальном лимфатическом узле после наодевантной системной терапии мы обнаружили метастаз. На сегодняшний день у нас есть данные о том, что у первичных больных аксиллярная лимфодиссекция не приносит пользу. Это данные исследования Z0011, медиан наблюдения уже больше 9 лет, и она показала, что да, мы нашли метастаз в сигнальном лимфатическом узле, но это не повод делать аксиллярную лимфодиссекцию. Для того, чтобы ответить на вопрос, что делать после наодеванной системной терапии, сейчас идет набор в исследовании Альянс А112-02, в рамках которого пациенты будут рандоминизированы на те, кто получит аксиллярную лимфодиссекцию и облучение подмышечной области, либо только биопсию сигнальных лимфатических узлов, также с облучением аксиллярной области. Еще один интересный вопрос. Если пациент перешел из категории N+, в N0, стоит ли проводить дополнительное облучение региональных лимфатических узлов? Точно так же, как у первичных больных. Исследование АМАРОС показало, что при поражении аксиллярных лимфатических узлов можно ограничиться только лучевой терапии, исследование B51, в рамках которого будут пациенты рандоминизированы на те, кто получит облучение аксиллярной области и тех, кто не получит, собственно говоря, облучение региональных аксиллярных лимфатических узлов. Результаты данных исследований мы узнаем в 2025 году. Что же мы имеем на сегодняшний день? Биопсия сигнальных лимфатических узлов у первичных больных категория 0. Это стандарт международный, стандарт Российского общества онкомомологов, стандарт Ассоциации онкологов России. Но если мы говорим о биопсии сигнальных лимфатических узлов у пациентов категории N0 до и после начала надеванной системной терапии, то это международный стандарт и пока что только стандарт МИЦ-онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Если же говорить о биопсии сигнальных лимфатических узлов у пациентов категории N+, с переходом в N0 после надеванной системной терапии, то, как я уже говорил, Как я говорил раньше, НССН одобрило данную методику при маркировке пораженного лимфатического узла в 2019 году. Мы стараемся преследовать, иногда даже обгонять международные рекомендации, поэтому в фонмицинокологии Петрова мы переняли этот опыт для себя. Но что будет завтра? Возможно, завтра нам вообще не придется выполнять биопсию сигнальных лимфатических узлов у пациентов категории Н0. Возможно, завтра нам не придется выполнять акселярную лимфодисекцию у пациентов с поражением сигнальных лимфатических узлов. И завтра, возможно, мы не будем проводить лучевую терапию при переходе пациентов из категории в Н+, в Н0. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо большое, Александр Сергеевич. У нас есть время для вопросов. Коллеги, у кого есть вопросы, пожалуйста. Александр Сергеевич, представьте себе клиническую ситуацию. Вы имеете дело с пациенткой с HR2-позитивным или трипл-негативным раком молочной железы. Опухоль, предположим, 3,5 см в наибольшем измерении. При обследовании при лимфосцентографии, например, обнаруживается дренирование в парастернальные лимфатические узлы. И описывается измененный парастернальный лимфатический узел, единичный, на всех обследованиях, который, несомненно, является метастатическим лимфатическим узлом. Вы начинаете лечение с проведения неодювантной терапии, достигаете полного регресса первичного очага в молочной железе и полного регресса измененного парастернального лимфатического узла. В такой ситуации ведь практически никто, наверное, не будет осуществлять диссекцию этого лимфатического узла, несмотря на контекст таких исследований, как CreateX и Катерина. Как бы вы вот это охарактеризовали, подобную разницу в клинических подходах? Потому что многие коллеги боятся не выполнять лимфодиссекцию при конверсии CN+, до стадии N0, потому что опасаются того, что какие-то измененные лимфоузлы останутся, мы не долечим пациента. Вопрос в таком, как вы считаете, при том, что мы совершенно спокойно оставляем парастернальные лимфоузлы, почему мы сосредоточены на том, чтобы удалять акселярные лимфатические узлы? Владимир Федорович хочет мне помочь? Ну, может быть, начнете вы, а Владимир Федорович подсоединит. На самом деле, в нашем учреждении, в медицинкологии Петрова, проходило исследование по оценке парастернальных лимфатических узлов и их поражения. И нужно оценивать акселярную область, акселярные лимфатические узлы, потому что акселярные лимфатические узлы – это предикторы поражения, как ни странно, парастернальных лимфатических узлов. Но выполнять акселярную лимфодисекцию, точнее, не акселярную, а парастернальную лимфодисекцию я бы в данной категории больных не рекомендовал. Да, добавлю. В свое время наши клиники выполнялись, как и Орбан, операция Урбана-Холдина, расширенная мастектомия с удалением парастернальных лимфоузлов. Выяснилось, что поражение парастернальных лимфоузлов случается у 4 или 7% максимум. То есть крайне редко. И тем более, если достигнут полный регресс благодаря ахимитеропии, то, в принципе, никаких действий дополнительных не осуществляют. Хотя есть опыт Казани, где они удаляли парастернальные лимфоузлы, но когда было одновременно поражение акселярных лимфоузлов, это как бы сброс. Ну, в принципе, я так понял, что и они отошли уже. Поэтому для нас, и как и для всего мира, главная оценка – это оценка исходных акселярных лимфоузлов, достижения полного регресса и так далее, и подтверждение последующей биопсии сигнальных лимфоузлов. А в перспективе, завтра будет доклад, в перспективе Александр Сергеевич прав, что и даже и этой процедуре, возможно, не понадобится, в том числе и даже биопсии сигнальных лимфоузлов, если достигнут с помощью системного лечения полное исчезновение. Я выполняю интермамулярную лимфатических узлов биопсии, и вот в европейском журнале «Хирургия» два года назад была опубликована статья, где говорилось, что изменилось лечение рака молочной железы, 10% пациентов имеют положительные парастернальные лимфоузлы, и химиотерапия вы проводите. Но если вы будете дуальный двойной трейсер, используете и используете изотопы, если вы найдете какой-то способ зайти в парастернальные узлы, вы можете выполнить биопсию, это легко выполнить биопсию этих лимфатических узлов. Да-да, это можно сделать, и это может помочь вам, соответственно, абсолютно прокомментировать и советовать системную химиотерапию для этих пациентов, или, может быть, дополнительную лучевую терапию. В противном случае, если это негативные узлы, то лучевая терапия на парастернальные лимфоузлы тоже может помочь снизить морбидность у таких пациентов.